Запах дыма из труб – привычное явление для улицы Волгучинской. Здесь, в деревянных домах, живут десятки череповчан. О пожарах тут не слышали давно, рассказывают местные жители. Но с профилактическим визитом в гости к ним инспекторы пожарного надзора заходят часто. Большое внимание уделяем печному отоплению, состоянию изоляции электропроводки. Также осматриваем бытовые приборы на нарушение тоже изоляции электропроводки. Электросветильники осматриваем. Потому как чаще всего причиной пожаров является неисправность электропроводки, бытовые приборы и неисправность печного отопления. Если при топочной листы, каково расстояние от стенок дымохода до перекрытий и балок, замазаны ли трещины неровностей? Печь в деревянных домах – источники повышенной опасности. Хорошо, что жители об этом знают, говорят инспекторы, и поддерживают свое отопление в должном порядке. Печку мы когда топим, во-первых, мы всегда дома находимся. Когда печку только прекращаем топить, только тогда из дома уходим. Никогда ее без присмотра не оставляем. А дочка маленькая, так мы ее близко не подпускаем. Она и сама знает у нас об этом. У нас еще когда каменная была, она раз об дверку обожглась, все теперь к этой даже и близко не подходит теперь. Сейчас на Волгучинской нарушителей не нашлось. Правда, на месте удалось застать немногих жильцов. Она еще не побелена у вас, да? Да, это не доделано просто, она в процессе работы была. А притопочный лист у вас? Его пока нет, ничего не сделано, потому что не в процессе доработки. То есть не эксплуатируется у вас плита? Да, не топится еще. То есть вам необходимо сюда притопочный лист размером 0,5 на 0,7 метра? Вот она только летом еще доделано, потому что было отрезано, потому что это все хозяйство поменяет. Сейчас состояние печного отопления в деревянном жилом фонде инспекторы оценили удовлетворительно. Однако это не значит, что можно топить печи спустя рукава, предупреждают специалисты. Несколько крупных пожаров в городе все-таки было зафиксировано. В этом году у нас произошло три пожара по причине неправильной эксплуатации печей. В прошлом году было два пожара. Произошел такой значительный пожар, когда пострадало шесть человек. То есть люди остались без жилья. Дом сгорел полностью. В рамках профилактической проверки инспекторы пожарного отзора выдали горожанам специальные памятки и еще раз предупредили о возможных опасностях, чтобы положительная статистика улицы Волгучинской не испортилась. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин. Новости.